Ее прям жесть, там аж машину не видать. Офигеть, вот это оно дует. Этой ночью жители многих районов уснуть не могли. Так в Табунском Пургаза носила деревня и чудом не унесла крыши, писали в соцсетях люди. 10 января Алтайский край накрыл шторм уже третий с начала года. Порывы ветра достигали 33 метров в секунду. На ночь перекрывали два участка краевых дорог в южных районах. Но без происшествий не обошлось. Гололед страшный вообще. Начал тормозить, вроде пустой. И ветром, прям на глазах, по крайней мере говорят, прям на глазах ветром стащило туда. В Рубцовском районе ветер стащил фору в Кювет. В Усть-Пристанском не справился с управлением водитель легкового авто. Откопаться сам мужчина не смог и вызвал спасателей. В Ельцовском районе в Кювете оказался рейсовый автобус. В этот момент в нем было 22 пассажира. В Целинном районе с дороги съехал автобус с 13 пассажирами. В этих происшествиях никто не пострадал. А в Первомайском районе этим утром проснулись без электричества несколько улиц в разных населенных пунктах. Персонал филиала Россети Сибириалфаэнерго сейчас ведет аварийно-восстановительные работы на линиях электропередачи напряжением 0,4 кВт. Это уже точечные заявки в нескольких территориях края. Например, в пригороде Барнаула работают в поселках научный городок, районная заимка, водопитомник. И в Павловском районе персонал работает в селах Киприно и Амутское. Наибольшей силой ветер сегодня достигал в пригороде Барнаула, западных, восточных и южных районах края. Все это сопровождалось большим перепадом температур от минус 30 до плюс 8 ночью. Такое аномальное значение для 11 января зафиксировали в Поспелихе. А к утру вновь похолодало до минус 15. И это не единственная аномалия. Сегодняшней ночью грозы были зафиксированы метеостанциями тремя. Это Волчиха, Благовещенко и Мамонтова. Связаны такие грозы с неустойчивым состоянием атмосферы при резкой смене погоды. Из-за каких-то глобальных климатических изменений происходят изменения в сезонных погодных условиях. В этом году, допустим, у нас была очень необычайно длинная осень. Возможно, что зимние грозы мы будем наблюдать чаще. В Краевой столице сейчас восстанавливают работу светофоров на нескольких участках и устраняют повреждения киосков на площади Сахарова. Глава Барнаула поручил специалистам обеспечить безопасность на дорогах и тротуарах. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов. День с толком.